Итак, первый период завершен. И с вами снова я, Юлия Ниязова, ведущая открытой студии хоккейной команды «Мамонта Югры». И у меня, как всегда, новый соведущий, да и непростой, обладатель Кубка Харламова в составе «Чайки Нижегородской» Дмитрий Шулейн и защитник Югры. Аж язык заплетается. Сколько у тебя таких весомых званий. Дима, привет! Всем привет! Хотела красиво войти, но, да, речи аж потеряла. Дим, давай для начала проанализируем итог первого периода. Как считаешь, какие интересные моменты ты для себя отметил? Ну, хорошая, быстрая игра. Ребята куражатся, здорово играют. Ну, со стороны зрителя мне нравится, если честно, что происходит. А если оценивать первый период как со стороны защитника, как сыграла наша оборона и в целом вот таких вот прямо экспертных, может быть, моментов, Павел, еще расскажешь? Были пару ошибок, но в целом, если на табло ноль, то значит все хорошо. А там неважно, кто что ошибался, брата подчистил. Друг другу помогли, молодцы. Если говорить о защите, ты знаешь ли наших защитников, например, Арсений Варлаков весь сезон провел в Югре. Что скажешь об этом парне? Ну, этот парень очень сильно вырос за этот год. И сейчас он должен делиться своим опытом с ребятами, со своей командой и вести их вперед. Поддерживаете его? Что-то ему подсказываете после игр? Смотрите вообще матчи «Мамонтов» игроков? «Мамонтов» смотрим всегда, то есть стараемся смотреть по возможности, подсказывать. Но он что, уже парень, в принципе, не маленький. У него есть тренера, мы только навредить можем. Они ему все подскажут. Ну, кстати, тоже верно. Хорошо, если мы об этом поговорили, давай вернемся к теме чемпионства. Ты знаешь об этом не понаслышке. А в каком сезоне брал Кубу Харламова? Я забыл. По-моему, ты говорил 14-15. 14-15 вроде, да. Представляете, сейчас нижегородские болельщики, наверное, знатоки даже нижегородского хоккея вспомнят себя, скажут, ах, это же Шуля наш. Ну да, большой привет, кто меня помнит. Давай немножко поностальгируем, поделись этими эмоциями, что такое брать Кубок Харламова. Да, ну, это просто выполненная задача на сезон, как говорится. Ты отдаешь все эмоции и просто с чувством выполненного долга идешь в отпуск. Вот так вот, можно сказать. Ну, а как же вот, ребята там некоторые рассказывают, что там переполняют эмоции? Ну, они, блин, они начинают переполнять уже позже, то есть там спустя пару дней. Первое время ты просто сидишь в издевалке и такое все, это все закончено и все хорошо. А потом приходишь в себя. Да, то есть осознаешь, что ты что-то выиграл, а в целом, ну, все, ты понял, что все закончилось. Ну, а помнишь эти последние матчи, вот, чемпионские, что это было, как это было вообще? Что происходило, с каким счетом, может быть, закончился этот матч? 2-0, по-моему, в Питере мы играли со СКА. То есть так уверенно выиграли? Ну, как уверенно. Ну, 2-0. Мы забили одну и все, и просто встали в обороне, грубо говоря, и не ошибались. И вратарь здорово наш играл, и в пустые забили потом, и все. То есть вы играли в Питере на выезде? Да, 3-1 мы в серии вели, 4-1, вот, получается, пятая игра мы закончили. Когда вернулись в Нижний Новгород, вас как героев встретили? Да, нас встретили очень здорово с оркестром, там. В прямом смысле слова, да? Правда, оркестр был. Повезли оркестр, нас встречали с музыкой, там много болельщиков пришло. Потом повезли, то есть на автобусе, во дворец, там тоже много болельщиков ехали с сопровождением. То есть, ну, вообще, очень здорово было. Звездами такими вернулись, да? Ну, не звездами, но просто очень приятно, что подарили праздник города, потому что там каждый гранд шлаг. В Нижнем очень любят хоккей, там, ну, очень классные болельщики, это я знаю точно. А автобус был, как в НХЛ, открытый, чтобы можно было с кубком впереди ехать? Ну, нет, это уже другой уровень. Надо КХЛ, мне кажется, выиграть тогда будет. Тоже неплохая мотивация, знаете ли. Ну, конечно. Скажи, что делают с кубком Харламова? Если мы знаем с кубком Гагарина, что делают, там, заливают шампанское, потом берут его на сутки, каждый игрок может взять его с собой. Что происходит с кубком Харламова? У нас он заварен был, я уже помню, когда с тобой в тот раз общались, он был заварен. С ним ничего не сделаешь, из него не выпьешь шампанского, ничего. То есть мы шампанским просто обливались, грубо говоря, как, когда мы циклисты вот это празднуют или гонщики победу. Вот мы так же. Когда брызгами тогда? Да, то есть, ну, как там, поколесил он по нижнему кубок, то есть по областям, там, а так в целом особо его никто не забирал, потому что, ну, повторюсь, у тебя нет возможности особо его куда-то перевезти. Сколько лет тебе было, когда ты взял кубок Харламова в руки вообще? 19, по-моему. Потому что мы на следующий год до финала дошли еще раз. Но уже не взяли, не выиграли. Не, проиграли Ярославлю. Ну, мы как бы уже, я играл за вышку, и все, и нас вот спустили потом на плей-офф. Что вообще дают победы такие, такого уровня, вот в молодежном хоккее? Какой-то дальше тебе дают порог? Ну, как минимум, я говорю, за два месяца плей-офф ты можешь вырасти вообще в очень прилично уже взрослого хоккеиста, играть уже в взрослый хоккей. То есть, ну и большой толчок, опять же, в карьере, когда ты что-то выиграл, всегда на тебя смотрят уже по-другому. Ага, этот парень, значит, кубковый боец, надо его рассматривать. То есть не просто защитник Дмитрий Шуленин, да, а обладатель кубка Харламова Дмитрий Шуленин. Уже извините. Я сейчас стесняться. Я думаю, нижегородские болельщики тебя сейчас узнали, вспомнили и поностальгировали вместе с тобой. Скажи, вот ты рассказывал как раз за то, что вы в последнем матче встали в оборону уже, и там плотно играли, что вообще нужно делать, чем брать кубки в таких матчах? Ну, наверное, характер отдавать, ну это глупо говорить, отдавать всего себе игре, ты должен в каждой игре так отдавать, но там просто, как говорится, синяки, шрамы, это все пройдет, там выбитые зубы, это все забудется. А кубок останется, а фоточка с кубком останется. Кубок медаль у тебя будет всегда. Так, кстати, чтобы не быть голословными, про фото с кубком ты пока рассказываешь, что у тебя еще осталось на память, а я покажу всем тот самый кубок. И Дмитрия Шуленина мы не собрали, он на самом деле его вот брал и медаль даже в зубах держал. Ну да, было такое дело. Это суперчувство вообще. Кстати, вот сегодня матч такой тоже очень важный, потому что он может стать решающим, но мы надеемся, конечно же, нет, что мы еще поедем в Нижний Новгород. Как думаешь, сегодня выиграет тот, кто что будет делать? Тот, кто более дисциплинирован. Мне кажется, большинство решит очень многое, большинство-меньшинство, ну как и во многих играх. Ну, кстати, да, говорят, что в плей-офф именно мастерство хоккеистов в неравных составах играет такую важную роль. Конечно, это игры выигрываются, там кубки этим выигрываются, можно сказать. А психология решает? Да, наверное, да, но не столько. Ты вышел на поле, все, ты уже, какая там психология? Ну как это там настроиться, замотивироваться? Ну ты в плей-офф играешь. Видосики посмотреть перед матчем? Ну ты выходишь в плей-офф, играешь, на тебя там вон полный стадион смотрит, там какая мотивация еще нужна. И так уже все понятно, да? Конечно. Кстати, как ты расстраиваешься на такие матчи важные? Да я на самом деле нет такого особого настроя, то есть я всегда наоборот люблю там поболтать с кем-то раздевалками. Я так намного проще, чем я там сижу там, не знаю, в наушниках у меня такого нету. Я обычно помню, там рядом сидел Варлак как раз и Лямы, то есть я с ними болтал обычно там, и Пишка тоже недалеко. То есть у тебя такие были игроки рядом, взрослые, опытные, Кирилл Лямин, молодой, наверное, дерзкий, перспективный Арсений Варлаков. Каково это сидеть между такими разными возрастами и разным уровнем опыта? Да ну это же как, не знаю, в раздевалке вроде как все равны, там нет такого, что он молодой, там он старый, это там средний. Все с друг другом общаются, там кто-то чем-то делится, там, ну у Лямы колоссальный опыт с этим человеком пообщаться. Я вообще каждому пожелаю, он очень много может рассказать и по игре, и в принципе по жизни. Так, отмечу, что многие игроки говорят, что друг у друга чему-то учатся. Например, вот брала большое интервью у Никиты Подскребалина, он говорил, что несмотря на то, что у них с Владимиром Сахацким тоже разница в возрасте есть друг друга, они чему-то все равно учат. Скажи, ты чему научился у своих напарников? Ну, например, если взять Ляму, насколько он спокоен вообще всегда в любой ситуации, критическая она, не критическая, он никогда не паникует, он всегда спокоен, то есть... Мне кажется, он по жизни такой, кто его знает лично, наверное, согласится. Ну, просто когда ты сыграл там 700 или сколько, если не хочу обижать, там очень много матчей в КХЛ, провел такую карьеру блестящую, ну, ты просто можешь смотреть на человека со стороны и учиться всему, что он делает. Так, Арсений Варлаков? Ну, Арсений просто мастер, ему не надо ничему учиться. Одним словом просто мастер. Он уже почти килл Макар, так, он чуть остался. Я думаю, Арсению будет очень приятно потом это услышать именно от тебя. Ну, надеюсь. Как думаешь, во втором периоде, как будут играть команды, потому что пока счет по нулям, мы с тобой смотрели статистику, она примерно равная, там, по-моему, по брыскам было 17-15. Вот, как думаешь, что сейчас будет происходить во втором периоде? Да, я думаю, плюс-минус рисунок игры не поменяется, наверное, поменяется тот рисунок, когда кто-то забьет первый, тогда игра немножко изменится, мне кажется. Ну, опять же, это молодежный хоккей, и тут один может забить и понеслась, там, как вот там играли Омские Ястребы, по-моему, с толпаром вчера, там, 1-0, 2-1, 4-3, 5-4, то есть, всякое может быть. Кстати, заметил, что в ПЛО, в принципе, больших шитов по окончанию матча нет, ну, не считая матч, когда мамы три игры уступили со счетом 1-5, там, видимо, что-то пошло не так, ну, а в целом, всегда, вот, разница в счете небольшая. Ну, в целом, каждый же понимает, что ответственность большая на нем лежит, и не хочет подставлять, там, любого другого, то есть, у тебя еще, там, 25 ребят, которые, там, хотят играть в эту игру, и ты выйдешь, типа, ну, ладно, сейчас в хоккейку поиграюсь, пропущу, не пропущу, ничего страшного, там. Уже цена ошибки возрастает. Конечно, конечно. Спасибо тебе большое, Дима, за то, что поделился эмоциями, поностальгировал о кубке Харламова, я очень надеюсь, что наши ребята тоже смогут в этом сезоне поднять его, и уже поделиться с вами, дорогие болельщики, и с тобой рассказать, а вот кубок Харламова-то уже растопили, разварили, шампанское, мы туда налили. Дай бог, дай бог. Советую вам настоятельно не переключаться с нашей трансляцией, болеть за мамонтов игры.